Я вчера делал видео, когда была проблема с просмотром на ютюбе, тогда был вечер. Но сейчас день, сейчас все нормально, так же как и ночью. И вот некоторые меня неправильно поняли. Я говорил, что у меня не тариф 3 мегабайта в секунду, а у меня скорость скачки 3 мегабайта в секунду. Вот, например, сейчас скорость нормальная. Сейчас видео просматривается нормально. И вот вам сейчас я хочу показать, если кто не понял. Вот так у меня работает интернет вообще. Вот смотрите, например, сейчас скачано 46 мегабайт. Вот я запускаю. Сейчас она повышается, повышается, повышается. Вот, видите? Даже 3.2. 3.3. Видите? Видите? 3.4 даже. Видите, как разгоняется. Вот такая скорость у меня по тарифу везде. На всех сайтах, на всех торрент-трекерах. Везде у меня с такой скоростью все скачивается. И просматривается видео, например. Вот, ну сейчас, видите, она понизилась, но все равно, видите, достаточно высокая. Вот. Вот просматривается видео там. Ну, альтернативы ютюба какие есть. Вот. Видите, она сейчас что-то пониже стала. Ну, видите, все равно нормально. С такой скоростью любое видео, даже 1080p, можно смотреть нормально, без проблем. Вот. Сейчас, видите, она, правда, почему-то понижается. Но все равно нормально. То есть, понимаете, у меня 3 мегабайта в секунду. Вот. А некоторые просто не поняли, они у меня думают, что у меня тариф такой. То есть, тогда у меня бы скорость скачки была всего 300 килобайт. Вот. Смешно вообще, да, блин, пипец? Хотя я помню, я начинал с интернета, у меня интернет был не 300 килобайт, а, по-моему, я не помню сколько, 120, что ли, или 150 килобайт в секунду у меня был интернет. Это так медленно все качалось. Я, например, одну игру, там, ну, например, она, там, если весит, там, 3 гига, я ее качал чуть ли не неделю или две. Это вообще были ужас. Вот, видите, вот, 3,5 даже. Видите, вот, вот такая вот скорость у меня всегда, блин. Так что это просто игры. Ну, да, говорят, кто-то говорит, что если провайдера поменять, то получится, то нормально будет и ночью, то есть и вечером работать. Вот. Кто-то говорит, что наоборот, если провайдера поменять, то ничего не будет. Вот. Но я не знаю, у меня вот когда вот у меня еще интернет оплачен до конца этого месяца, когда он, короче, закончится, тогда я, наверное, не знаю, переключусь на какое-то другое, что ли. Ну, да, акады я ни в коем случае не возьму. Там и техподдержка платная, и вообще там скорость ниже, а цены выше. Поэтому нет смысла нифига брать его. Вот. Правильно, надо искать, чтобы скорость была выше, а цена меньше. Вот. А акады там, наоборот, скорость меньше, но цена выше. Вот. Так что, видите, вот такая вот у меня скорость 3 мегабайта. Даже, видите, иногда до 3,5 поднимается. Так. И вот провайдер у меня Москва Онлайн. И вот мой тариф. Вот он. За 500 рублей в месяц, видите, тут написано Онлайн 30. Вот. Вот он. Видите, скачка 30. Мегабит, он пишет. Отдача 15. То есть, скачивается 3 мегабайта в секунду, отдается вот 1,5. Вот. Вот это мой тариф. И тут еще другие тарифы есть. Но, видите, они какие. Вот. Ну, у меня вот этот вот по 500. Так что, тоже у кого какой, вот вы посмотрите и сравните. Потому что мне говорили, что действительно в Москве есть интернет. И за ту же цену, чтобы скорость была намного больше. Вот. Ну, мне, в принципе, мне эта скорость, она как бы, ну, она устраивает вполне. То есть, мне больше скорость не нужна. Мне желательно только цену поменьше, конечно. Вот. Ну, например, если было бы за 300 рублей такая же скорость, это было бы вообще идеально. Хотя, что там, 200 рублей, это копейки. Разница, это небольшая. Вот. То есть, мне, в принципе, такой интернет устраивает. Вот. Например, может быть, у кого-нибудь за 500 рублей, там, чуть ли не в 2 раза больше скорость. Ну, никуда. Но мне она, в принципе, не нужна. Я редко, что скачиваю в последнее время такое, что, например, игры там или фильмы большие. Я редко скачиваю в последнее время. Вот. Так что, я могу и на такой скорости, как бы, меня вот устраивает вполне. Вот. Так что, такой вот интернет. Интер. Тюр. Тюр.